Приветствую! Новый дайджест на подходе. Если вы смотрите этот ролик, вы огромные молодцы. Если вам важно мое творчество, то призываю вас подписаться на мой телеграм-канал. Все анонсы будут там, и давайте не теряться, вдруг произойдет что-нибудь плохое, хотя казалось бы, куда уж хуже. В общем, в августе я решил максимально прильнуть к российскому кинопрокату. Захотелось узнать, чем же нас будут кормить официальные прокатчики, потому что одним Дэдпулом 3 с теми самыми голосами и третьим видом картинки сыт не будешь. Поэтому я посмотрел Бордерлендс. Очень круто, что фильмы такого размаха выходят официально в российский прокат, и очень плохо, что они оказываются говном. Фильм с треском провалился в прокате, собрав более 20 миллионов долларов. И вызывает он только недоумение. Это очень странная, грязная и рваная картина, и посему втройне странно осознавать тот факт, что главные роли здесь исполняют Кейт Бланша, Джейми Ли Кёртис и Кевин Харт. С игровым первоисточником я не знаком. Но чувствовалось, что авторы пытались сделать своего сюрреалистического безумного Макса с юморком и ноткой безумия. Но в итоге вышел какой-то невнятный гранд-хаус с унылыми диалогами, неинтересными интригами про избранных. Да и не забыли все это приправить социальным юмором, и сценами, как героев буквально окатывают галлоны мачи. Фильм выглядит дорого, в нем интересная художка, но все это портит абсолютно провальный сценарий. Оттого картина идет в список разочарований этого года. Но я не отчаялся и отправился на главный бенгер этого лета, а именно Лунтик. Возвращение домой. Па-ба-ба-ба, па-ба-ба. Это первый полный метр про Лунтика, который выходит на больших экранах. Режиссером выступил не Абакто, а сам Константин Бронзит, автор оригинального Алеши Поповича «Трех богатырей» и прекрасных коротметражек наподобие «Мы не можем жить без космоса». И вот он, значит, решил вдариться в полный 3D-метр о Лунтике. Я никогда не являлся поклонником Лунтика по очень простой причине. Во-первых, я не маленький. А во-вторых, для меня Лунтик всегда был какой-то неосезаемый, абстрактный, слюнявый дичью, где пупсень и вупсень на протяжении 5 минут хронометража творят какую-то гичь, потом появляется Лунтик, говорит «Ребята, давайте жить дружно». И на этом серия заканчивается. И как из всего этого можно создать интересную драматургию, интересный конфликт и хорошее кино длиною почти в полтора часа? Вопрос хороший. И каково было мое удивление, когда команда из студии «Мельница» справилась? Да, впервые за 18 лет существования Лунтика это розовое чудовище решило озаботиться вопросом «А где ж моя мама? Мать жива? Я хочу найти свою маму! Я хочу! Мне надо!» Собственно, полный метр посвящен происхождению Лунтика. Это довольно уникальный случай, потому что родители Лунтика были эфемерными, таинственными фигурами на протяжении 18 лет. И, наконец-то, авторы решили приоткрыть нам завесу этой тайны. На удивление, если отпустить все рофлы и все приколы, у Константина Бронзита получилось сделать действительно обаятельный мультфильм для детишек от нуля до пяти лет. Во-первых, он не раздражающий и не сюсюкается со зрителями. Во-вторых, здесь есть полноценный сюжет с полноценной моралью. Перед нами такое классическое роуд-муви путешествие из точки А в точку Б. Лунтик находит свою скорлупу, в которой он родился, взял в охапку пупсини, вупсини и кузи, и отправляется в точку Б, то бишь на гору. Забравшись на нее, можно будет смело улететь на луну и встретить свою мамашу. Собственно, приключение довольно-таки насыщенное. У Лунтика есть свои антагонисты, есть страшные монстры по типу саранчи, есть жуткие антигерои в виде мотыля, а всех скучных персонажей функции отодвинули на пятый план. И все это сопровождается моральными тяжбами. Мол, неужели Лунтик хочет всех бросить? А как же сила дружбы? Такой ли Кузя хороший друг? Да, местами анимация оставляет желать лучшего. Да, местами мы все так же грешим дерганными переходами, странными текстурами и немножечко плоской композицией. Но тем не менее, это гораздо лучше, чем та же игра и книга заклинаний. Смотрите, мультразнос. И если в какой-то момент я начинаю на полном серьезе переживать за главных героев, для меня это показатель того, что мультфильм удался. Плюс я был на премьере, которая была усыпана Чилдренами. Дети ржали, как угорелые, и любое падение или смешной пуньк вызывал у детей нереальный восторг. Режиссер знает, на какие точки нужно нажать, чтобы детям нравилось, и одновременно сделать так, чтобы перед нами было цельное, хорошее произведение. Будь у меня карапуз, мне было бы не стыдно притащить его в кинотеатр, и при этом я бы сам кайфанул от просмотра. И это говорю я. Человек, который не любит Лунтика. Поэтому, ребята, молодцы. Забавно, что кинопрокатом всего этого безобразия занималась Вольга. Ребята, которых я безумно люблю и уважаю. А они решили топить на полную, а отчебучили свой Барбингеймер. Буквально с разницей в неделю они показывают Лунтика, а затем Ворона. Того самого. Новую версию Ворона, к слову, критики тоже разнесли в пух и прах. И знаете, есть за что. Мне нравился старый фильм с Брэндоном Ли за его приземленность, за его мрачность, за его готику. В частности, за контекст, ведь вокруг этой картины кружилась история трагичной смерти исполнителя главной роли. Ее конспирология актуальна до сих пор. Кино могло быть брутальным, и при этом сохраняло свой аутентичный романтизм. И вот спустя десятилетия выходит новая адаптация комикса с Биллом Сказгардом в главной роли. И, честно говоря, первую половину просмотра мне не покидало ощущение, что я смотрю очень красивую рекламу каких-нибудь духов, парфюма или модной одежды. Собственно, режиссер Руперт Сандерс пришел из мира рекламы. Этим бездушным лоском грешили и Белоснежка, и Охотник, и Призрак Доспехов. Красиво, стильно, пусто. В Вороне после каждого второго кадра должно появиться название бренда, но вместо этого сюжет продолжает жалобно тянуться и тянуться. От гротескной готики мы решили уйти в сторону брутального реализма. И сюжет здесь максимально прост. А именно, жил-был парень в тюрячке, влюбился в девушку, но оказалось, что эта девушка связана с потусторонними силами, и злодеи ее настигают и убивают. Парень хочет отомстить, но внезапно он оказывается в чистилище, его наделяют суперсилами, и сначала он просто может исцеляться, а затем он становится буквально бессмертным духом, мстящим за смерть любимой. И все это с налетом подростковой мелодрамы, но при этом с рейтингом R. Первая половина фильма максимально прямолинейна, максимально бескомпромиссна и максимально скудна на интересные хитросплетения или интересная идеология. Смотреть Ворона становится попросту скучно. Лишь к третьему акту появляется желание следить за творческими метаморфозами Билла Скарсгарда, квинтэссенцией которых становится Мочилова в опере. Это очень крутая сцена, вдохновленная лучшими экшн-фильмами последних лет, в частности Джоном Уик. Будто вся картина существовала ради вот этой драчки в опере. Получилось стильно, красиво, и в принципе фильм имеет право на существование ради последних 20 минут. Но в целом не покидает чувство, что картина находится где-то посередине между Аймакс-блокбастером и фильмом категории B. И это грустно, ведь персонаж мог бы клёво влиться в современную массовую культуру. Ведь это такой смазливый Дэдэнс Сайт с подведенными глазами и вороном на спине, который жестко косят всех неверных. Это прекрасный образчик, который заслуживает большего. Ну вот не хватило у авторов добавить какой-то собственной перчинки, чтобы сделать крутую вещь. Даже не помогла гнетущая и мрачная атмосфера. Да и настолько... Настолько, что у меня врубается свет на студии. Вы бы знали, как я замучился с этими лампочками. Всё, покупаю новую, и да поможет мне мегамаркет. Именно там вы найдёте широкий ассортимент товаров, акций, скидки и многое другое. Ещё и выгода под бок. Моё любимое, это повышенный кэшбэк до 60% бонусами спасибо в августе. И этими же бонусами вы можете оплачивать до 99% от стоимости следующих покупок. Ещё и бесплатная доставка от 15 минут в 148 городах. Вот, например, я хочу заказать себе этот прикольный настольный светильник в виде обезьянки. И вуаля, получу ещё более 6000 бонусов спасибо кэшбэкам, которые потом потрачу на другие товары. Ну чем не красота? А если вам этого мало, то ловите промокод МЕГАКОМФОРТ на скидку 500 рублей при первом заказе от 2500 рублей. Ссылка для выгодных покупок будет ждать вас в описании. Ну а мы продолжаем. А что же нас ждёт в мире большого кино осенью? Помнится, я недавно рассказывал, что существует фильм 3 сентября с Шафутинским в главной роли. Так вот, я не шутил, фильм действительно выйдет 2 сентября. И перед нами будет забудробительная комедия в стиле Дня Сурка. Не надорвите только себе животики от смеха, когда будете смотреть эту картину. Ещё меня невероятно восхитил слэш поразил трейлер фильма Попугай Кеш. Чтоб вы знали, Кеш является моим, возможно, одним из самых любимых героев союзмультфильма. Это ж по сути советский Гарфилд. Лентяй, эгоист и материалист. Просто кладезь комедий. Ну и каково было моё удивление, когда я увидел, что готовится киноадаптация Попугая Кеши. Но моя улыбка стала сползать с лица, когда я узнал, что главную роль исполняет Никита Калагривый. Вы уже даже по трейлеру можете понять, как маэстро отыгрывает свои партии. Спокойно! Тише, ты тупица! Так ещё и сам Попугай выглядит, как обычный попугай, только с голосом Гарика Харламова. Конечно, у нас же только Харламов, видимо, теперь может озвучивать мультфильмы. Будь то Волк из Ну Погоди, или Нафаня в экранизации Кузи от Сарика Андреасяна. Господи ты боже! Ну и как я понял, перед нами будет моё бюджетный ширпотреб, к которому Союз Мультфильм не имеет отношения. Но при этом авторы не постеснялись использовать громкие имена старых персонажей и задушить нас огромным количеством цитат из оригинального мультфильма. Да и в целом, картина выглядит реально, как какая-то дешёвка для телеканала СТС. Прям тошно от такого киношного словоблудия. Киноблудия. Можно было хотя бы постараться придумать что-нибудь своё, не привязываясь к попугаю. То ли ещё будет, то ли ещё будет, дорогие друзья. Также вышел трейлер сериала «Преступление и наказание» с Иваном Янковским в главной роли. Безусловно, здесь чувствуется какой-то стиль и шарм. Однако мне не нравится идея переноса сего действия в современную действительность. Потому что это сразу начинает походить на какую-то студенческую работу. А мне бы хотелось увидеть виртуозную интерпретацию произведения, эдакий готический триллер в царской России. Вот был бы кайф, да? Но кто я такой, чтобы требовать подобного от маэстро? Сейчас вовсю готовится лайф-экшен про смешариков. Сюжет повествует о неком космическом корабле, где члены экипажа находятся в стазисе. А мир смешариков — это своего рода виртуальный шарарам. И люди погружаются в тела смешариков и тем самым развлекают себя, находясь в гиперсне. Звучит стрёмно, а фото со съёмок тоже доверия не внушают. Так ещё и скоро наш прокат озарят малышарики с Константином Хабенским и Елизаветой Боярской. В какой-то странной мультивселенной мы, конечно, живём, дорогие друзья, где есть огромное непаханное поле интересного контента, но за качество, походу, приходится отдуваться только лунтику. В общем, как говорят великие, думайте. И ещё в топ. Сейчас в сети вовсю хайпует корейский убийца Sims in Soul, где в демо-версии можно уже заюзать редактор персонажей и создать реалистичных героев. Если у кого-то имеется доступ к этой штуке, и вы можете создать моего виртуального двойника, обязательно делитесь своим творчеством в комментариях в моём Телеграме. Лучшую работу я закидаю сердечками и восхищёнными кружочками. Мне просто реально интересно, что из этого можно сделать. Что ж, как вы знаете, последний месяц в интернете творится что-то странное. А именно замедление Ютуба. Я очень плотно следил за этой ситуацией, лично меня это довольно сильно шарахнуло. С Wi-Fi Ютуб меня не грузит от слова совсем, а половина работающих VPN отрубаются, и всё это, конечно, вызывает тревогу и отчаяние. И мне, конечно же, интересно узнать, как у вас открывается Ютуб. Как часто вы его посещаете, и как часто вы намерены его посещать, и хотите ли вы уходить на российские площадки или нет. У меня была какая-то призрачная надежда, что ситуация выправится в лучшую сторону, но пока, к сожалению, этого не происходит. И вы не представляете, насколько я зол от всего этого, и насколько считаю всю эту историю несправедливой по отношению к нам, душным любителям кино и мультфильмов. Я понятия не имею, в чью гениальную голову взбрела идея этой аферы, но де-факто это ужасно и не несёт пользы абсолютно никому. Мне тяжело работать в таких условиях, и мне не нравится чувствовать себя лишним на этом празднике жизни, когда уже даже Google окончательно отрубает монетизацию. Горько, печально, но тем не менее. С Ютуба я никуда уходить не собираюсь. Какой бы трясиний русскоязычный сегмент бы ни тонул, я за свой канал стою горой уже 13 лет, и что бы ни случилось, я постараюсь быть с вами. И сложно понять, насколько это всё отразится на моей финансовой стабильности, насколько это отразится на качестве контента, потому что грузить ролики в 4К для меня уже становится какой-то совершенно непостижимой роскошью. Может, кому-то надо, чтобы я перезаливал видео в своё сообщество ВК-видео. Если вам действительно это важно, то пишите в комментариях. В общем, нужно выстроить какой-то рабочий пайплайн, как вообще нам существовать в этих реалиях. Мне неприятно от того, что происходит, поэтому я очень призываю вас не теряться, подписаться на Телеграм, использовать все возможные ресурсы, и самое главное, безопасные методы обхода блокировок и замедления. Я считаю, важно показать, что нам, юзерам и бойцам диванного фронта, такие вещи не страшны. Мы со всем справимся, и насильно всех заткнуть и отгородить от потребления контента попросту невозможно. Обязательно делитесь своим опытом посещения Ютуба в комментариях, и совместными усилиями, хочется верить, мы сможем продержаться на плаву. Давайте просто оставаться на связи, для меня это и вправду важно. И всё-таки впереди много чего интересного. В скором времени на Бусти должна появиться полная версия баракла из ящика с игрушками. Никого на Бусти идти не заставляю, это просто анонс. Релиз на Ютубе будет в сентябре, если, конечно, ничего не сорвётся. И спасибо большое, что тепло приняли мультразнос. Настоятельно рекомендую делиться этим видео, нарезать его на рилсы, реакты, тиктоки, шорсы, на что угодно, только главное не забывайте про меня и нашу команду. Мы хотим продолжать делать разносы и интересные мыла. В частности, на горизонте третья часть мульта мыла Pixar. И, возможно, мои руки дойдут до киномыла по-чужому. Я очень прошу не пропадать и оставаться на связи. Не молчите, не теряйтесь, подписывайтесь на все возможные соцсети. Мы обязательно найдёмся. Я вас безумно люблю, ценю, уважаю и всем пока. Вместе мы сила. Ну и надеюсь, вы будете терпеть рекламу на этом канале, чтобы я не помер с голоду. Хо-хо-хо-хо-хо-хо.